Давайте будем откровенны. Кремлёвский режим в растерянности и, прямо скажем, напуган. Он ещё пытается отстоять отдельные фронтовые плацдармы, но в глубине души понимает – война проиграна. Свидетельство тому – недавняя установка зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-С-1» на крышах гражданских и правительственных зданий в центре Москвы. Шаг за шагом РФ переходит от войны наступательной к войне оборонительной. Всего за год россияне проделали стремительный путь от планов завоевания всей Украины за три дня до подготовки систем ПВО к отражению украинских ударов по столице России, а то и по самому Кремлю. Некто на вершине властной российской пирамиды это хорошо понимает. «В который раз подтверждаются слова Христа, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 50. Кто-то в кремлёвских башнях чувствует последствия ракетных обстрелов гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, поэтому готовится отражать украинские удары непосредственно по логову тех, кто вынул меч. Свидетельство тому – панцирь С-1 на высотках неподалёку от Кремля. Путинская братва явно страшится ударов по центру принятия решений. Потому и визжат о том, что в случае поражения в Украине немецкие танки с украинскими экипажами окажутся под Москвой. И бояться, прямо скажем, не зря. Ведь многое происходящее в РФ поразительно напоминает события последних лет существования СССР, приведшие к его распаду. Сходные действия порождают подобные результаты. Давайте рассмотрим поподробнее. Это явное сходство. Учтём влияние масштаба боевых действий и то, что некоторые события могут отличаться в деталях из-за специфики места и времени. Но вначале попрошу вас подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Также напоминаю о нашем Патреоне, где собрана большая коллекция специальных выпусков, которые больше нигде не публиковались. Подписывайтесь на Патреон, чтобы увидеть больше. Все ссылки в описании. Последней войной СССР стало вторжение в Афганистан в 1979 году. В следующем году в Москве состоялись Олимпийские игры. У РФ события произошли в обратном порядке. Сначала Олимпиада в Сочи, за ней сразу последовала аннексия украинского Крыма. Поначалу Кремль управлял Афганистаном посредством своих ставленников. Затем кремлевские старцы совершили вооруженный переворот и начали военную интервенцию, за которой вспыхнуло восстание афганского народа. В Украине пророссийскую власть свергло народное восстание, после чего РФ вторглась в Украину. В обоих случаях Москва активно использовала помощь местных коллаборационистов. Агрессия СССР в Афганистане вызвала резкое неприятие у афганцев, что привело к ожесточенной народной войне против захватчиков и их прислужников. На вторжение РФ в Украину украинцы отреагировали сходными с афганцами чувствами и действиями. США осудили советскую агрессию в Афганистане. Поначалу все ограничилось выражением глубокой озабоченности, торговыми санкциями и бойкотом Олимпийских игр в Москве 1980 года. Через некоторое время Штаты программой звездных войн и обрушением мировых цен на нефть разрушили советскую экономику и начали поставку легких видов вооружений афганским повстанцам. Затем диапазон расширился до переносных зенитно-ракетных комплексов. Потери СССР в Афганистане увеличились, возросло недовольство внутри страны. В 1989 году руководитель Советского Союза Михаил Горбачев принял решение о полном выводе советских войск из Афганистана. Сходное поведение США наблюдается и в отношении к событиям в Украине после начала российской агрессии. В ответ на аннексию Крыма США с союзниками по НАТО выразили глубокую озабоченность, ввели против РФ малоощутимые санкции и ограничились поставками небоевого армейского снаряжения Украине. Через некоторое время украинцам предоставили небольшое количество противотанковых средств. После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины 24 февраля 2022 года правительство США в коалиции с дружественными странами неуклонно расширяет диапазон и количество поставляемых вооружений и экономических санкций. Россия и россияне расплачиваются за агрессию все большим количеством жизней своих солдат и экономическими потерями вследствие введенных мировым сообществом санкций. В 80-е годы прошлого века СССР осуществлял вооруженное вмешательство во внутренние дела стран Африки, Ангола и Мозамбик и Ближнего Востока, активно поддерживая арабские страны в противостоянии с Израилем, а также войну Южного Йемена против Северного в военном конфликте 1979 года. На протяжении всего времени агрессии против Украины, начатой в 2014 году, РФ активно участвует в гражданских войнах в Центрально-Африканской Республике и Сирии. В 1983 году советские ПВО уничтожили пассажирский самолет Южной Кореи Boeing 747. Погибли 269 человек, все находившиеся на борту лайнера. Правящий в СССР режим бездоказательно заявил, что был уничтожен самолет, занимавшийся разведкой. Фактически экипаж мирного гражданского самолета обвинили во враждебных действиях. В 2014 году российские террористы сбили в небе Донбасса малайзийский пассажирский самолет Boeing 777. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Как и в 1983 году, Москва, стараясь отвести от себя обвинения, разразилась самыми нелепыми версиями о случившемся. Как в 1983, так и в 2014 страной руководили чекисты. До назначения генеральным секретарем ЦК КПСС, то есть главой советского государства, Юрий Андропов возглавлял коммунистическую охранку, Комитет государственной безопасности СССР. Накануне занятия поста президент России Путин также некоторое время руководил Российской спецслужбой Федеральной службой безопасности РФ, по существу являющейся прямым наследником КГБ. Руководство ФСБ даже не выехало из здания, где работало руководство КГБ СССР. В 1987 году произошло сенсационное событие. На Красную площадь в Москве приземлился спортивный самолет «Сесна». Данное событие настолько примечательно, что на нем стоит остановиться подробнее. 19-летний гражданин ФРГ преодолел на нем 750 километров воздушного пространства СССР и без каких-либо осложнений опустился невдалеке от Кремля на Большом Москворецком мосту. Находившийся на площади народ радостно приветствовал летящий самолет, слегка покачивавший крыльями в ответ. На судебном процессе пилот Матиас Руст признался, что планировал приземлиться в Кремле, но не обнаружил там подходящего места для посадки. Сделав три круга над Красной площадью, самолет сел на мосту, вырулив затем к собору Василия Блаженного. Вскоре подоспел наряд милиции и задержал дерзкого пилота. В дальнейшем советские власти осудили его на 4 года тюремного заключения за хулиганство. Руст провел в застенках 432 дня и освободился по амнистии. Свой поступок Матиас объяснил стремлением призвать к миру во всем мире. Любопытна версия правительства СССР, точнее ее отсутствие. Правящий режим так и не объяснил, как хваленая система ПВО СССР проворонила самолет, приземлившийся чуть ли не во властных коридорах. Диванные эксперты начали измышлять различные причины бездействия советских сил противовоздушной обороны. Рассказывали о приказе не сбивать гражданские самолеты после случая с южнокорейским Боингом 747. Но если самолет Руста обнаружила ПВО, непонятно, почему его не взяли под контроль истребительной авиации. Поговаривали, что советские ПВО в Псковской области как раз во время полета Руста сменили систему опознавания свой-чужой и приняли спортивный самолет за своего. Мол, в дальнейшем следовании над Селигером немецкий самолет приняли за участника поисково-спасательной экспедиции, а в самой Москве посчитали заурядным нарушителем режима полетов. Выдвигались версии о заговоре спецслужб и даже о спецоперации КГБ СССР с целью сместить неугодных Горбачеву, маршалов и генералов. Существуют и другие равные по нелепости объяснения. А Ларчик открывался просто. Советские ПВО просто проворонили самолет Матиаса Руста. Вся многоуровневая защита воздушного пространства СССР оказалась не стоящей выеденного яйца. Огромное количество войск ПВО так и не переросло в высокое качество защиты. 55 зенитно-ракетных бригад, 10 отдельных зенитно-ракетных полков, 10 радиотехнических бригад, 40 отдельных радиотехнических батальонов, 1350 пусковых установок ЗРК «Круг» и «Куб», 300 установок «Бук» и 70С-300В, не считая других образцов зенитно-ракетной техники, оказались бессильными против небольшого мирного спортивного самолета, управляемого 19-летним юнцом, налетавшим лишь 50 часов. ПВО Советского Союза, как и сам СССР, оказалось колоссом на глиняных ногах. В те времена вооруженные силы СССР претендовали на роль Первой армии мира, по мощи не уступавшей армии США. Матиас Руст развеял миф о несокрушимой и легендарной советской армии всего за несколько часов полета над территорией СССР. Притязания правящего сегодня в РФ режима оказались немного умереннее. Кремлевская пропаганда именовала армию России скромненько, но со вкусом всего лишь второй в мире. После начала широкомасштабного вторжения в Украину ВСУ развеяли, как с белых яблонь дым, миф об этой самой второй армии мира. Вера в фантом о мощи советской армии, порожденная собственной пропагандой, стала роковой для существования СССР. Брежневская клика ввела войска в Афганистан, проигнорировав волю к сопротивлению афганского народа, как несущественную величину, и крупно просчиталась. Путинская братва по КГБ и кооперативу Озеро также вторглась в Украину с полным пренебрежением к украинской нации и военной науке, рассчитывая, что армию агрессора украинцы встретят с цветами и хлебом-солью. Только полный невежда мог составить план наступления по всей границе Украины с РФ и Белоруссию недостаточными воинскими силами накануне весенней распутицы. Хочется пожелать россиянам и в дальнейшем такой же масштабной коррупции в армии и побольше стратегов, типа начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Герасимова, на лице которого навечно запечатлелось, скажем мягко, искреннее презрение к здравому смыслу. Но вернемся к аналогии афганской войны и легендарного приземления Матиаса Руста на Красной площади с современной войной России против украинского государства. Пока что на Кремль и Красную площадь не приземлилось ничего необычного. Но размещение путинской комарильей зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С-1» на зданиях в самом центре Москвы свидетельствует об ожидании прилетов, о неверии руководства РФ в придуманные ими самими мифы о второй армии в мире, о шаткости и ненадежности систем ПВО Российской Федерации, оснащенных советскими системами отслеживания и реагирования. Системы ПВО на высотках в центре Москвы свидетельствуют о страхе в Кремле и предчувствии неминуемого краха режима. Подобно тому, как власти СССР оставили без вразумительных объяснений причины беспрепятственного полета Матиаса Руста практически до ворот Кремля, путинский режим отмалчивается о причинах взрывов и пожаров на военных и стратегических объектах в разных регионах РФ. Украинцы шутят, что это россияне так неудачно курят возле пострадавших стратегических объектов, называя подобные инциденты «бавовной». Для несведущих раскрою почти военную тайну. Название производится из обыгрывания аммонимов, отличающихся лишь ударными слогами при произношении «хлопок» и «хлопок». «Хлопчатник» переводится на украинский язык как «бавовна». Время от времени бавовна случается в разных регионах РФ, некоторые из которых находятся на значительном удалении от Украины. Считается, что во многих случаях украинская армия не располагает вооружениями, способными нанести удар на столь большом расстоянии. Но «бавовна» происходит необъяснимым, почти мистическим образом. Пока что любители покурить и тем самым сотворить «бавовну» не добрались до Москвы. Но чекисты, надежно расположившиеся во властных кабинетах, хорошо понимают, курение в неположенном месте со всеми вытекающими последствиями скоро придет и в Кремль. На момент вашего просмотра этого видео вполне возможно, что прилеты по столице РФ уже состоялись. Это произведет эффект более зубодробительный, нежели небесный вояж Матиаса Руста на Красную площадь, ибо немецкий пилот прилетал в мирное время с мирными целями и во имя мира. Последствия эффекта «бавовны» на Красной площади в условиях войны с Украиной, где потери РФ многократно превышают ущерб, нанесенный СССР войной в Афганистане, окажутся намного более ощутимыми для Кремля по сравнению с невинной шалостью немецкого пилота-озорняка. После легендарного полета Матиаса Руста в СССР стал популярным анекдот. Мужчина на Красной площади вытащил сигарету, закурил с наслаждением, втягивая дым. К нему рысью подбежал дежурный милиционер с громогласными криками «Здесь курить нельзя!» «Ой, извините, забыл, что это аэродром», смущенно ответил мужчина. Отличие той эпохи от сегодняшней лишь в том, что беспечные курильщики могут бросить горящие окурки с эффектами бавовны неподалеку от места легендарного приземления немецкого пилота-любителя, а может даже там, где он хотел, но не смог посадить самолет, на территории Кремля. И тогда мир сможет наблюдать завершение явления синхроничности между событиями, предшествовавшими к раху СССР с событиями, которые приведут к распаду РФ на независимые государства порабощенных Москвой народов. Спасибо, друзья! Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Заходите к нам на Патреон, там лежат дополнительные видео. Пользуйтесь новой функцией Ютуба-спонсорства. Также напоминаю, что мы есть в Телеграме и Твиттере. Все ссылки в описании. Присоединяйтесь. Всем украинцам скорейшей победы! Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова